Со Феном я очень долго знаком, может лет пять. Ростислав довольно эмоциональный человек, который живет игрой. Но у нас не было времени что-то менять. Постоянно идут какие-то квалификации. Самое было бы ужасное, если бы мы проигрывали и ничего бы из этого не извлекали. Еще весна не кончилась, все может быть. Хорошо, перейдем непосредственно к Team Empire. Я наблюдаю за командой уже около двух лет. И повидал много составов, вариаций составов нашей организации многострадальной в этом плане. И каждый раз это какой-то новый характер. Ты привнес свою какую-то ноту, хорошего настроения. Ты любишь завести всех на какие-то интересные истории, которые я очень люблю слушать. Скажи, как ты считаешь, какая роль у тебя по большей части в команде в неигровом плане? Кого ты можешь выделить как лидера команды? И вообще, как ты можешь описать команду? Ты играешь уже два месяца? Ну где-то так, да. Да, вот просто опиши, где ты вообще находишься? Я не знаю, какая у меня роль. В любом коллективе я обычно приживаюсь, могу найти общий язык. Плюс с Феном я очень долго знаком, может лет пять уже. Ну где-то так. То есть с ним, в принципе, мы довольно хорошо общаемся. То есть не было проблем какой-то влиться в коллектив. Ребята все общительные, нормальные. Насчет лидера в команде, я даже не знаю, кого-то вот прям явно выделить нельзя. Но вот, ну может быть, гостик чуть-чуть выделяется все-таки. И как игровой или как внеигровой? Как игровой лидер. Как внеигровой лидер это Дима Корбун. Наш менеджер. Он нас ведет за собой, как говорится. Но, тем не менее, роль пикера и человека, который ведет стратегию, взял на себя ты в последнее время. Все-таки есть разделение, да, между игровым лидером и человеком, который придумывает стратегии. Да, есть. Скажи, пожалуйста, не возникает ли таких вот ситуаций, когда ты придумал стратегию, а игровой лидер считает иначе? Или вот вообще расскажи, как это работает? Вот ты выбираешь стратегию, ты выбираешь пики, а игровой лидер что, он просто эту стратегию и ведет? Ну, получилось так, что мы ничего, ну не было не то, что, ну у нас не было времени что-то менять. Постоянно идут какие-то квалификации, а это прям серьезный такой риск, если ты начнешь менять игрового лидера. Так как Гостик был стоявшимся игровым лидером, и всем было приятно там играть по его колам, и он вел за собой команду. Естественно, после смены пикера мы не стали менять игрового лидера, потому что могло бы все просто рухнуть. Ну, то есть игровой лидер, это по сути, извините, что я перебиваю, игровой лидер, это по сути колер. Да, человек, это шот колер. Беги там, сделай это, да, бежим делаем это. Ну, он принимает важное решение, то есть там, идем Т3, отходим Т3, идем Рошан, отходим и так далее. Деремся, не деремся. Очень многие люди в комьюнити мечтают что-то узнать про Ростислава. Конечно, все расскажу. Ты проболтался, что знаешь его уже пять лет. Жаль, что-то знаю, да. Опиши, пожалуйста, этого замечательного человека, потому что в комьюнити он очень однобоко воспринимается порой, и, возможно, ты прольешь света какие-то интересные вещи, которые о нем никто не знает. Ростислав довольно эмоциональный человек, который живет игрой и очень хочет побеждать. Но как у всех есть свои плюсы и минусы, я не знаю, что конкретно я могу о нем сказать. Довольно специфичный человек, именно к игре он относится очень серьезно, очень профессионально в этом подходе имеет. То есть тоже даже выигрывая там довольно солидные призовые там с интернешнала и там получая зарплату, он там не стал меньше играть, грубо говоря. Он так же тренируется и так же хочет достигать вершин, грубо говоря. И в принципе это качество мне очень сильно в нем нравится. А лично в плане там у всех, как говорится, кому как, кому-то он нравится, кому-то не нравится. Это уже чисто субъективно. Ты следишь за околокиберспортивным движением, то есть стримы, ютюб. Да. Ты каких-то стримеров выделишь, вот которых ты... О, он начал стрим, пойду посмотрю. Подойте? Ну, очевидно. Ну, а может и не по доте. Может, какие-то другие предпочтения есть. Может быть, ты любишь человеку смотреть. Да, я много кого смотрю. Значит, по доте я смотрю fucking MEDA. Ну, кто стримит? Это, в принципе, какие-то нормальные игроки, которые high-level-ные. Я их всех буду наблюдать. То есть ты не смотришь стримеров, которые больше развлекательный контент? Ну, не по доте, это точно. Я смотрю там, условно, того же Шрауда, Лирика, Ниндзю. Недавно начал смотреть. Ну, потому что так в Fortnite не особо понимаю, как там играть. Потом иногда Глад Валакси посмотрю. Ну, там уже реально субъективно очень. Кому нравится, кому нет. Ну, там такое. Еще есть классный канал на YouTube. D.Bowie, по-моему, называется. Парень, он делает разборы игр, тир-1 игроков. Прям серьезно так. Это зарубежный или? Зарубежный, да. Почему он такие решения принял и так далее. Тоже там много всяких фишек. То есть у него можно научиться почему-то? Да, он очень много показывает всяких интересных вещей. Ну, давай в завершении нашего такого импровизированного интервью. Ты принял уже участие во многих квалификациях за Team Empire и посетил два LAN-турнира. В принципе, результаты, сам понимаешь, наши болельщики оценить не могут. Что ты можешь сказать этим людям, которые так долго поддерживают команду и которые вот с нетерпением ждут условного возрождения? Я понимаю. Этой самой имперской весны, о которой многие так говорят. Вот что ты можешь им сказать? Вам, ребят, нужно понимать, что все на самом деле не так просто. Я понимаю, что у Empire результат в прошлом году был феноменальный. И все ждут примерно похожего результата. Но есть свои проблемы. И самое было бы ужасное, если бы мы проигрывали и ничего бы из этого не извлекали. Все хотят играть, все хотят, можно сказать, так умстить. Все хотят развиваться. И все, естественно, понимают, что есть определенного рода давление, что от Empire ждут высоких результатов. И это все понимают. И это не может просто так взять. И, грубо говоря, в одночасье началась весна, 1 марта. И все начали просто выигрывать 2-0, все по 15. И все игроки прикладывают усилия, чтобы этот тег заново начал побеждать. И ждем, как говорится. Еще весна не кончилась. Все может быть. И спасибо большое всем, кто реально нас поддерживает. Например, мне это помогает. И я думаю, уверен, ребята, что читают комментарии тоже хорошие, позитивные отзывы. Им точно не помешают. И они будут больше тренироваться и усерднее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok